Теплая погода, идут выпускные. Как они проходят в детских садах? Вы участвуете? В школах последние звонки. Сегодня, кстати, четвертый класс у нас выпускается в школе. Там тоже выпускной. А последние звонки обычно девятый и одиннадцатый класс. И это очень приятно не только потому, что погода устоялась, но еще и потому, что дети, у нас самое лучшее, чем вообще Россия может гордиться, это нашими детям. И вот сегодня я ходил на выпускной, потому что они так поют, что это фактически уже готовый хор. И мамы тоже, и папы так выступают, что видно, что уж талант у российских людей, у русского человека, это не отнимет никто. То есть это природа. И особенно приятно, когда такое единение между воспитателем, между учителями и между детьми. И родители еще. Ну да, ну и родители. И огромные слова вот эти вот благодарности и коллективу детского сада, и коллективу школы, и тому, как дети, как плакали некоторые дети, не хотели уходить из детского сада. Ну и мамы тоже плакали, когда дети пели такую прекрасную песню. Это очень важно. И я там сегодня говорил, что, а что такое счастье? Вот счастье, когда дети смеются, когда родители довольны, когда они чувствуют себя защищенными. Что в детском саду их накормят и обучат, и они действительно лучшие. Вот. Поэтому территория социального оптимизма, которую Елена Ивановна Добренкова строила, весь коллектив со входа Ленина, ну и в общем люди, которые сейчас сажают клены, озеленяют территорию, устраивают различные ярмарки благотворительные. Вот так и должна жить вся страна. Это я точно знаю. Вот к этому надо стремиться. Поэтому вдвойне приятно, что люди все это оценивают, говорят огромное спасибо. Я сегодня главным специалистам передавал благодарность от неравнодушных людей, от детей, от их мам, пап. Ну и надо дальше в этом направлении двигаться. Слышишь, как сейчас там шумят? Это выпускной вечер, то есть вторая часть. Фуршет по поводу, скажем так, окончания детского сада. Что бы пожелали вы тогда этим детям? Вот такого же чистого голубого неба над головой. Чтобы никакие рейдеры не смогли разрушить вот эту нашу территорию социального оптимизма. Чтобы власть наконец поняла, что главная задача власти обеспечить вот такое комфортное, благополучное проживание. Чтобы мамы не думали, хватит ли папиной зарплаты на то, чтобы можно было родить еще одного ребенка. Там, кстати, сегодня мне очень понравилось, когда мамы смотрели на своих детей и говорили, надо еще одного родить. Вот действительно, если вы можете сколько угодно говорить про материнский капитал, но это все ни о чем не говорит. Но если у родителей есть вера в завтрашние дни, что они за свою работу получают достойную заработную плату, что мама точно знает, что вот она приведет ребенка в детский сад, и у нее не будет никаких проблем. Никакой очереди она точно попадет сюда. И потом, когда она сюда придет, плата будет такой, что или там бесплатно, или за какие-то маленькие деньги ребенка будут кормить. И самое главное, что сегодня они говорили, что ребенок не хочет уходить из детского сада. То есть, ему там так хорошо, что он домой не хочет. И они точно знают, что там они накормлены. И что потом в школу они придут, в лучшую школу. И что эти бедные учителя, которых гоняют там, бумаги перестанут заполнять, начнут заниматься детьми конкретно, воспитанием и обучением. И потом никто не, скажем так, не будут гнобить этих учителей и детей. Вот эта ювенальная, так называемая, юстиция не отберет никакого ребенка никогда. И что главная задача страны не пушки, а именно коляски. Что количество детских колясок должно увеличиваться, и те, кто рожают, вообще никаких проблем не должны испытывать. Все это складывается в понимании, что нужно делать. Поэтому, видишь, счастливые лица. Я вот сегодня, кстати, обсуждал эту проблему ЕГЭ. Что мы над этими детьми мучаем их? Вот у нас сегодня был разговор с моей одной очень хорошей подругой. У нее внук, говорит, он не хочет идти в 10 класс. Почему не хочет? Ну, хорошо успевает, но боязнь вот этого ЕГЭ, вот этот постоянный стресс, который нужно испытывать на протяжении двух лет, сдашь, не сдашь. Какая разница? Как-то Финляндия стала лучшей страной с точки зрения образования, но у них нет никаких этих экзаменов вообще. Собеседование, совершенно спокойно, никто никого не тащит в автобус, чтобы отвезти в какую-то другую школу, чтобы там их оттестировать и вставить какие-то оценки. Зачем? Мы всегда сдавали экзамены у себя в школе, никаких проблем не было. Неплохое было советское образование. Что тут напридумывать можно было? Тем более, что смысла теперь нет никакого, потому что большинство мест в вузах платные. И как бы ты ни сдал ЕГЭ, ты все равно на бесплатное, скорее всего, не попадешь. И скорее всего, придется заплатить. Чего тогда детей гоняете, пугаете их, стрессы какие-то? Поэтому зашуганные, а значит, нездоровые в психологическом состоянии дети стране не нужны, это точно. Ну, там много чего можно менять, и есть же люди, я был на парламентских слушаниях Государственной Думы, об этом тоже говорили, что такое образование для всех, которое Олег Смолин предлагает, ну и там многие фракции КПРФ носились в закон об образовании. Все это понятно, это вытихает из старого советского принципа, все для людей. А у нас сейчас вся против людей, вот все против. Поэтому наши в этом отношении выпускники хоть как-то, хотя тоже в общей системе, но у них хоть какие-то человеческие отношения есть. Ну, я имею в виду школу, которую мы запустили. Потому что, к сожалению, в школе муниципальной, я имею в виду той, которую мы называем старой, ситуация такая очень тяжелая, катастрофическая. Но все зависит от руководителя, это надо понимать. То есть, очень многое от него зависит. Я вчера присутствовал на награждении лауреатов всероссийских конкурсов, которые проводила 548-я школа. И там прямо написано, звезды России, действительно звезды, дипломы по математике, то есть за победу в Олимпиадах по математике, по физике, по иностранным языкам. Причем, китайский, итальянский, французский, английский. Дипломы всероссийские за победу в Олимпиадах. И такое количество грамотных, умных детей по информатике, по робототехнике. Вот это я понимаю подход. И это обыкновенная школа. Да, она обыкновенная. Она там не выбирает, например, такие школы при физмате или еще где-то, которые выбирают самых умных. Улучшенных. Да, а это просто общая школа. И таких школ должно быть море. То есть, вообще в каждом селе, грубо говоря. Поэтому, я думаю, что пора уже делать работу над ошибками и менять всю систему. Продолжение следует.